С поимкой злоумышленников пока не выходит. Тех, что расстреляли из оружия, трамвай в центре города и скрылись. Полиция пока выдвигает версию, что это дело рук группы молодых людей. Напомню, 1 октября они открыли огонь по заполненному пассажирами вагону. Мотивы преступления выясняются, что произошло с людьми и трамваем, а также какой ущерб был нанесен предприятию электротранспорта. Об этом прямо сейчас. Вечером 1 октября в районе остановки Центр слух молодые люди начали палить по стеклам вагона. Как рассказали сотрудники электротранспорта, стреляли злоумышленники с пневматического оружия. Серьезно пострадал лишь вагон. Но и для пассажиров без царапы не обошлось. Не говоря уж об испуге. На место вызвали полицию. Злоумышленники пока разыскиваются. Очевидцы запомнили их приметы и подробно рассказали сотрудникам полиции. Вандалам предстоит оплатить не только разбитые стекла, но и вынужденный простой вагонов. Как рассказали сотрудники электротранспорта, ежегодно насчитывается около десятка подобных случаев. Чаще всего стекла разбивают подростки. Камнями. Просто ради шалости. В этом году актов вандализма стало больше. Подобный всплеск был в 2013-м. Тогда злоумышленников нашли быстро. Была выявлена группа этих подростков. Задержаны сотрудниками полиции. Был предъявлен ущерб родителям этим подростков, который понесло наше предприятие. И тогда родители выплатили свыше 30 тысяч ущерба нашему предприятию. Подростки тогда еще легко отделались, ведь вагон был не новый. Стекла дешевле и к тому же были запасные в депо. А потому и простой у трамвая практически не было. Соответственно, общий ущерб был меньше. Кроме того, ни в одном из происшествий ни пассажиры, ни водитель, ни кондуктор серьезно не пострадали. Иначе виновным грозило бы уже совсем другое наказание. Сотрудники электротранспорта призывают хулигану к благоразумию. Ведь в вагонах трамвая сидят такие же люди. Среди них могут оказаться родственники или знакомые самих злоумышленников. Ольга Шапкина, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.